Неравноценный обмен в неприятную ситуацию попали десятки автомобилистов Гродно. На одной из АЗС они заправили свои бензиновые машины дистопливом. И не потому, что перепутали пистолеты. Резервуар изначально был заправлен неправильно. Наш корреспондент Галина Боровая сняла, где произошла утечка. Машина для Татьяны Галикевич, можно сказать, стала новогодним подарком. Женщина купила ее недавно и тут же сама отправилась за подарками близким. Заехали с мужем на заправку, залили 95-й бензин и на этом поездка по магазинам закончилась. Мы отъехали метров, наверное, 300-400. Машина начала, конечно, глохнуть. Честно говоря, про топливо мы сразу как-то не подумали. Машину мы приобрели буквально недавно и думали, может, какие-то неполадки с самой машиной. Потому что муж вставил пистолет именно красный с 95-м бензином. Такой коктейль из разных видов топлива оказался в баке еще у 28 человек. Когда машины у заправки стали выстраиваться в ряд, там поняли вместо 95-го бензина в цистерне дистопливо. Если в бак с бензином добавить дистопливо, как и произошло в этом случае, машина глохнет. Все равно, что человека оставить без кислорода. Возобновляется подача, соответственно, возобновляется работа. И было бы хуже, если бы случилось наоборот. В дизель добавить бензин. Тогда только дорогостоящий ремонт. По камерам видеонаблюдения работники заправки отследили все машины, которые заправились на этой колонке. Связались с ГАИ, а затем и с самими владельцами. Всех отправили на СТО. Администрация попросила оказать экстренную помощь. Насколько это возможно. То есть слить с баков солярку и заправить бензин. Деньги попросились людей не брать. Сказали, что выставить счет Беларусьнефти. Сейчас проводится служебное расследование. Компенсацию ущерба людям предприятие полностью взяло на себя. Инцидент, который мы относим к категории тяжелых происшествий. Технологические сбои при сливе бензовозов. По сути сыграл роль человеческий фактор и определенное стечение обстоятельств. Компания ни в коем случае не устранилась от устранения неисправности и компенсации. На данный момент по трем машинам владельцы не установлены. Руководство предприятия ждет их обращений. Один автомобиль из салона еще состоит на гарантии. По нему ведутся отдельные переговоры с дилером. Ситуация решается оперативно и с максимальной деликатностью. Многие водители, пострадавшие на заправке, уже прошли ремонт и покинули СТО. Галина Бурон, Атолий Бояринцев, телекомпания СТВ, Гродно.